Для детей старше 16 лет, Ахтунг, Ахтунг, в эфире Демура с нашей программой «Парадокс». Телефон программы 6510996, корт города 495, также пишите на сайт нашей компании finam.fm. Хотелось бы немножко остановиться на самом понятии слова «парадокс» и почему программа так называется. Вот открыл я Википедию, не всегда к ней нужно ссылаться, потому что там очень много написано, мягкая жесть, некорректной информации. Но по простым вопросам можно туда-сюда сходить и узнать, что же такое «парадокс». Парадокс, согласно Википедии, это ситуация, высказывание, утверждение, осуждение или вывод, которое может существовать в реальности, но не имеет логического объяснения. В самом широком смысле под «парадоксом» понимается высказывание, которое расходится с общепринятым мнением и кажется нелогичным, зачастую лишь при поверхностном понимании. Парадокс, в отличие от афоризма, поражает неожиданностью. Например, как говорил Оскар Уайлд, «Я слышал столько клеветы в ваш адрес, что у меня нет сомнений, вы прекрасный человек». Или взаимное непонимание – самая подходящая основа для брака. Тот же автор. Так что же такое парадокс, на самом деле, и когда он возникает? Парадокс возникает тогда, когда вы сталкиваетесь с чем-то, что не можете объяснить в рамках той матрицы или логической модели, внутри которой вы функционируете. Помните, был такой замечательный фильм «Матрица»? Вот Голливуд, он очень любит посылать сигналы, поскольку там живут масоны. И они любят посылать сигналы. Вот матрица. Вот все мы живем в какой-то матрице. У кого-то матрица на уровне выше, у кого-то матрица на уровне ниже. И когда происходит ничто, что не может быть описано в рамках вашей матрицы, в той, в которой вы привыкли жить, были воспитаны и жили всю жизнь, вы, разумеется, говорите, что этого не может быть, или «Ах, какой парадокс!». Но если высунуть голову чуть повыше, на следующий уровень, то никакого парадокса нет. Вы просто скажете, ну это же очевидно, так должно и быть. И, в общем-то, я считаю своей задачей в этой передаче сделать так, чтобы любой вопрос, который мы рассматривали, скажем, на политические или на экономические темы мира и России, для вас становилось просто очевидным. И что-то, Димура, на это время тратишь. Никакого парадокса нет. Все достаточно очевидно. Ну, в качестве примера приведу вам парадокс с генетикой. Все знают с детства, со школы, что было татаро-монгольское иго. Ну, это вбито в нас, да. Что мы все потомки татаров, монголов, и вообще маленький народ завоевал целую страну огромную к западу от себя. Есть маленькая проблема. Генетики выделили так называемую славянскую или арийскую гаплогруппу. R1, A1 она называется. Она передается по отцовской линии. Так вот, на Урале процент населения, обладающего этой гаплогруппой, составляет 70%. В деревнях центральной России и на Валдайской возвышенности 80%. Чем дальше на западе, тем меньше. В Польше, например, это всего 60%. Задайте себе вопросом. Если на вас нападали, захватили татары-монголы, то что они делали? Они убивали всех мужчин, насиловали всех женщин. Каким образом могла сохраниться эта гаплогруппа в таком процентном соотношении? Парадокс это? Да не парадокс. Просто нас научили думать, что было татаро-монгольское. А его, оказывается, не было. Никакого парадокса нет. Ну, продолжим осуждение о парадоксах. Парадокс, на самом деле, на мой взгляд, самый главный сейчас заключается в том, что у нас есть много партий политических, очень много экономических институтов, которые занимаются всякими прогнозами развития нашей замечательной страны на следующие десятилетия. Но почему-то никто из них не пытается хотя бы сформулировать ту ситуацию, в которой находится страна. Ведь, когда вы делаете экономическую модель или экономический прогноз, вы должны исходить, у вас должны быть исходные данные. Что, скажем, я нахожусь в точке А. И с точки А мне нужно попасть в точку Б. Что есть в точке А? Единственное, что я видел более-менее вразумительное, это в программе КПРФ. Кстати, я всегда голосовал за КПРФ. Протест на голосование, скажем так. Вот не видел я этого ничего. И поэтому для начала хотелось бы вообще-то разобраться с тем, что происходит у нас в стране, какова экономическая ситуация, как она образовалась и как с этим бороться. Потому что как только вы понимаете, где вы находитесь, вы сразу понимаете, начинаете искать выход и разрабатывать разные выходы и методы выхода из того сливного бачка, в котором вы находитесь. Вот такая простая у меня программа и взгляд на жизнь. Он отнюдь не пессимистический, он скорее реалистический. Как помните в том старом советском анекдоте, что в Советском Союзе оптимист изучает английский, пессимист китайский, реалист изучает автомат Калашникова. Я вот предпочитаю изучать автомат Калашникова, поскольку английский знаю и совершенствовать. Ну что ж, у нас наша сегодняшняя тема, это очередной парадокс, кажущийся, опять же кажущийся, это вступление, неожиданное вступление России в ВТО. В России в ВТО, ее пытались загнать, по-моему, пытались не дать вступить в ВТО, не дать нам вступить в ВТО, 18 лет. И вдруг Россия вступает в ВТО, даже бешеный Мишико, съев очередной галстук, согласился с тем, что Россию нужно пустить в ВТО. Но наши братья по разуму хохлы тоже вдруг согласились по мановению волшебной палочки моментально вступить в ВТО. Парадокс это или нет? Да никого-то не парадокс. Лично у меня возник один вопрос. А, собственно говоря, что было сдано руководству нашей замечательной страны за такое быстрое вступление в ВТО и почему именно сейчас? Ну давайте я вам выскажу свою точку зрения, которая, возможно, рассеет все ваши сомнения по этому поводу. Смотрите, на Западе сейчас мощнейший экономический кризис. Это не просто кризис перепроизводства, это кризис перепроизводства долга. Это, скажем так, мегакризис. Мы сейчас корректируем все то развитие экономики и банковской системы, которая происходила за последние 300 лет. Россия представляет собой пока что достаточно крупный рынок сбыта. Россия представляет собой сырьевую колонию. Это уже факт, потому что на 1 доллар сырья мы всего лишь делаем 2,5 доллара добавленной стоимости. Все те нефтедоллары и газодоллары, которые поступают в страну, они уходят из страны либо в виде вложений наших замечательных чиновников в западные банки и покупки недвижимости, либо в виде импорта. Наверное, вы не знаете, но импорт продовольствия и продовольственных продуктов в Россию равен нефтеэкспорту. Значит, что нужно сделать, чтобы добить Россию окончательно? Ну, нужно, наверное, принять ее в ВТО. Почему? Потому что у нас нет конкурентоспособных отраслей промышленности, которые могли бы хоть как бы обеспечить занятость большей части населения. С другой стороны, мы практически поддерживаем западные экономики своим импортом и поддерживаем заимствование западных правительств путем политики нашего замечательного центробанка, который, кстати, государственным по закону не является, как ни парадоксально. Наш ЦБ не является государственным банком. То есть нужно добивать, нужно добивать, забирать все последнее. Вот поэтому такое вступление в ВТО. Ведь если вы посмотрите на то, что происходит с сельским хозяйством, сейчас, например, в Центральной России, где в свиноводство было вложено, если не ошибаюсь, порядка 250 миллиардов рублей, многие свиноводческие комплексы работают уже на грани рентабельности. Почему? Потому что резко упала стоимость живца, резко упала стоимость свинины. Мы заполнены свининой из Прибалтии. А Прибалтии прекрасно знали, что нас будут быстро принимать в ВТО. Они готовились, они строили свои животноводческие комплексы. Говорить о какой-либо безопасности, продовольственной безопасности страны, это тоже лукавство. Почему? Потому что нам все любят говорить, ну посмотрите, у нас же ведь есть курочки, мы же можем курятинкой себя обеспечить. Почему-то эти люди не любят вспоминать тот простой факт, что вся генетика идет из Европы и из США. То есть цыплята идут оттуда. И если вдруг наши замечательные руководители с чем-то не согласятся с Западом, мы просто можем остаться без курятины и просто умереть с голоду, между прочим. Так, кроме шуток. Поэтому вступление в ВТО, вернее принятие России в ВТО, оно вполне логично вписывается как раз вот в эту линию, что в Россию превратили в сырьевую колонию. В сырьевую колонию. Метрополия нуждается в последних каплях тех нефтедолларов и газодолларов, которые есть. Их нужно высыпать и полностью убить страну, превратив ее в одно большое месторождение. Следующее, что нужно иметь в виду, следующее, что нужно иметь в виду, когда мы говорим о вступлении в ВТО, это о качестве продуктов, которые идут к нам. И о тех условиях, при которых Россия может выйти из ВТО. Но об этом мы поговорим уже после выпуска новостей, когда к нам присоединится Владимир Гутенев, депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по промышленности. К промышленности, причем еще член фракции «Единой России». Как я мог это забыть? Мерзавец. Как я мог забыть, что он член фракции «Единой России»? Добрый день, в эфире «Финам.ФМ» снова Степан Димура с программой «Парадокс». Телефон в студии 6510996, код города 495. Также можете задавать свои вопросы на сайте финам.фм. Продолжаем мы разговор о вступлении России в ВТО. Меня больше всего заинтересовали условия выхода России в ВТО. Потому что, предположим, вдруг меняется политическая ситуация в стране. Действительно появляется национальная, а не офшорная элита, как у нас говорят. И Россия решает выйти из ВТО. И что тогда? И как тогда нам быть? Какие условия мы должны выполнить? И вот этот вопрос я хотел бы как раз обсудить с нашим гостем. Его, к сожалению, еще нет на линии. Но условия я вам примерно назову. Оказывается, чтобы выйти из ВТО, России придется возместить все возможные убытки всем потенциальным компаниям, которые понесут потенциальные потери от выхода России из ВТО. Такого, по-моему, еще не было. Ну, у нас на связи Владимир Гутенев. Добрый день, Владимир. Добрый день, Владимир. Это депутат Госдумы, первый запроседатель комитета Госдумы РФ по промышленности, член фракции Дина России. Ну, обсуждаем такой уже дамбивший всем оскомину вопрос о вступлении России в ВТО. Вот, не могли бы вы объяснить, почему нас так долго не принимали, а потом вдруг Грузия согласилась, и Украина согласилась, и мы были приняты в ВТО с простертыми объятиями. И вообще, зачем нам это нужно? Простертыми объятиями это некая идеализация. На самом деле, особенно в последний период, нас пытались очень серьезно отжать, добивая все новых и новых уступок. На какие-то уступки мы вынуждены были пойти, потому что процесс до бесконечности растягивать было нельзя. Но в основополагающих моментах нам удалось удержать ситуацию. И я скажу, в каких. Не секрет, что доля бюджетных затрат и в техническом перевооружении, и в инвестпроектах в нашем государстве огромна. Практически 50%. И мы смогли устоять под напором желающей Европы и наших закианских заклятых друзей, и не допустить к конкурсам, к интендерам, которые проводит государство, зарубежные компании. А почему? Многие западные государства брали на себя обязательства, добровольные обязательства о допуске к госконтрактам, в том числе и зарубежные компании. Мы это не взяли. А почему? Извините, я сперываю, но вот смотрите, возьмем строительство дорог. Например, те же поляки или финны дороги строят в два раза дешевле, чем наши родные дорожники. Почему их-то нельзя допускать к развитию инструкторов? Замечательно. Мы готовы их допускать. Пусть они на базе российских предприятий делают совместные предприятия, создают наши рабочие места. Но они же, как правило, это делают силами наших рабочих. Пусть несут сюда технологии. Болевые вопросы другие. Болевые вопросы – это то, что в Европе наступил кризис. В Европе очень серьезная безработица. Но среди молодежи она достигает, я не беру редкую Испанию, где до 50%. Даже в среднем по Евросоюзу 25%. Поэтому они вынуждены гораздо более жестко конкурировать. Наш рынок очень интересен. Наш рынок лакомый для них кусок. И поэтому мы, не обладающие пока большим опытом защиты наших интересов, конечно же, находимся под определенной угрозой. Какие-то шаги делаются. Мы сейчас не можем заниматься прямым субсидированием. Это запрещено в ВТО. Многих наших отраслей. Соответственно, мы должны пользоваться другими механизмами. Допустим, есть такая вещь, как инфраструктурное субсидирование. Когда крестьянину не нужно платить за присоединение к электроэнергию сумасшедшие деньги. Когда государство за свой счет фермам строит дороги. Дает дотации в иной форме. Ну, вообще-то этим занимаются белорусы. Белорусы грамотно занимаются. Молодцы. Они, кстати, в отличие от нас, очень многие позиции в системе образования и подготовки кадров сохранили. То есть, нам есть чему поучиться не только в просвещенной Европе, но и в некоторых вопросах у наших соседей. Хотя белорусы с нами очень сильно конкурируют в области сельхозпроизводства. Ну, потому что они провели модернизацию. Они же провели модернизацию сельхозхозяйства, а мы просто выгробили постоянно. Я имею в виду, что мы открыли несколько рынок в связи с вхождением в ВТО. И вот у нас две области, которые находятся под серьезной угрозой. Это машиностроение, ну, в частности, автомобилестроение. И это сельхозпроизводители. И если в области автомобилестроения, машиностроения нам удалось сделать парирующие меры, я был одним из авторов законов о путилизационном сборе на автотранспорт, ну, в первую очередь, под поддержанный автотранспорт, чтобы нам не хлынул из Китая, из Западной Европы старый автохлам, да? Ну, Владимир, вы меня извините, я здесь вам возражу, но, по-моему, у нас любой новый КамАЗ или любые новые «Жигули» можно сразу отправлять в автохлам по сравнению... Да нет. Ну, давайте мы включим буквально сейчас программу «Вести 24», и видим, как на «Дакаре» наш КамАЗ буквально вчера стал победителем очередного этапа. А вы знаете, что это не КамАЗ? А вы знаете, что это не КамАЗ? Вообще, представляете, что это за машина? И как она отличается от КамАЗа? Она строится на иных несколько там узлах и агрегатах, это понятно. Но, тем не менее, наш КамАЗ очень активно сейчас продается даже в Бразилии. Вот последний контракт, который был подписан на 2000 машин, это свидетельство сборочного производства в Индии. То есть, КамАЗ очень приличная машина. Посмотрим, что удалось добиться Игоря Комарова на автовазе. То мы видим, как сейчас выпускаются новые модели автовазовские, очень приличные машины. Но я не стал бы так огурно, в общем-то, принижать возможности нашей промышленности. Владимир, у меня все-таки к вам хорошо. У нас прекрасный автопром, я не буду с вами спорить. У меня вопрос к вам в следующем. А зачем нам ВТО? Вот вы можете мне тупо, вот бритоголовый здесь парень сидит такой, немножко не в себе, может быть, и не понимает, зачем России в ВТО? Мы с кем и в чем можем конкурировать? И какие у нас преимущества? Какие преимущества мы получаем? Да, да. Я вам скажу, да. Дело в том, что, конечно же, если мы предполагаем, что по-прежнему будем сырьевым придатком с малыми переделами, будем качать нефть, металлы черные, цветные. Вы знаете, программа 2020 это предполагает. Это биржевой товар. Правильно. А если мы понимаем, что высокотехнологичные продукции нас просто не пускают, и мы вынуждены сейчас делать, вот буквально в марте будет Ростехнологии открывать совместное предприятие на территории Швейцарии, где наш производитель, Уральский оптикомеханический завод, который производит детские инкубаторы, под маркой швейцарских компаний будет продавать их в Европе. Так вот, для того, чтобы нам не надо было создавать производство совместное за рубежом, создавая там рабочие места с высокими зарплатами, а не у нас здесь, то нам для этого нужно ВТО. И простите, и простите, а объем производства какой? Вот этого, это инновационные системы. Ну, давайте мы скажем, что по нынешнему году экспорт только военно-технической продукции в области ВТС нашей техники составил порядка 13 миллиардов долларов. Это, в общем-то, достаточно высокорентабельный и высокотехнологичный бизнес. А что, нам ВТО помогло в экспорте вооружений? Вы знаете, дело в том, что они те же покупатели. Возьмите ядерную энергетику. Индусы... Ядерную энергетику мы уже отстаем, индусы, вон там, Тори в реактор запускать собираются. Не отстаем. Возьмите наши ракетоносители, возьмите наши авиадвигатели строения. А это где лопатки летят. Скажите, Паста, еще раз. У меня вопрос. В ВТО что нам дает? Вот кто конкретно, какая отрасль, которая может обеспечить, скажем, хотя бы миллион или два занятости, выигрывает отступление в ВТО? Какая? Степан, потенциально... То есть ВТО нам ничего не дает и ничего не отбирает. Я не был привержен того, чтобы мы вступали в ВТО на любых условиях. Более того, сейчас я нахожусь под неким огнем критики своих зарубежных партнеров. В первую очередь это немецкие машиностроители, поскольку буквально 15-го числа, то бишь через три дня, на комитете по промышленности будет рассматриваться мой законопроект о введении защитных мер по сельскохозяйственной, лесозаготовительной и дорожно-строительной технике. И немцы уже стонут. Стонит Джон Дир и говорит, мы понимаем, что вы спасаете Ростельмаш, мы понимаем, что вы спасаете концерн-тракторные заводы. Но это как-то так не очень забирает. Но Ростельмаш, вообще-то комбайн не хуже, чем Джон Дир, как показывает... Абсолютно. Здесь молодец. Костя Бабкин, который смог развернуть производство и комплектующих. Очень неплохие комбайны. Ну вот он плачет. Вот Костя Бабкин, насколько я знаю, он рыдает от ВТО. Но он же стал политикой. Для него это, в общем-то, хороший флажок. Мы его прекрасно понимаем. Мы ему помогаем. Тем не менее, конечно же, ВТО это не благо. Это, с одной стороны, возможности, с другой стороны, угрозы. И вот я бы на вашем месте обязательно акцентировал бы внимание на угрозах такой части. Были разработаны некие меры. По-моему, в октябре Игорем Шуваловым были предложены из 60 пунктов поручения. И, в частности, среди них было поручение о подготовке, стажировке тех чиновников, юристов, которые бы разбирались в специфике ВТО. У нас их катастрофически не хватает. У них у нас их нет, да. Да, в отличие от Китая, который сработал на опережение, за пять лет предполагаемого вступления в ВТО он своих специалистов стал отправлять на стажировки за рубеж. И это, в общем-то, был грамотный шаг. Так вот, вот этот план, к сожалению, не выполнен. Вот это вызывает тревоги. И поэтому мы, столкнувшись с угрозами и пытаясь их сейчас парировать, к сожалению, не пользуемся теми преференциями, не раскрываем для себя новые рынки из-за того, что у нас нет специалистов. И мне кажется, здесь задача не на положение наших российских вузов, которые готовы просто перечитывать западные книжки. А надо все-таки активнее отправлять на стажировки специалистов в зарубежные компании. Владимир, а вот вопрос такой. Вы, наверное, знакомы с такой программой 2020? Да. Да, вот я вот как-то не понимаю. Вот программа 2020 предполагает, что к 2020 году мы просто превратимся в одно большое месторождение с двумя большими трубами. Поэтому, ну, если откинуть все то словоблудие, которое там написано, экономическое, то вот так оно и получается. То зачем нам ВТО? Просто чтобы последние нефтедоллары выкачивали со стороны? Вы знаете, я не разделяю мнение о неком там сырьевом проклятии России, когда говорят, наша беда – это богатые природные ресурсы. Это не беда. Это счастье. Она позволяет выполнять там социальные задачи. И самое главное, это должно позволить нам сформировать заказ внутренний на высокотехнологичную продукцию. Вот если газоперекачивающие станции наши отечественные, если есть установка, что мы берем с, условно говоря, там ЦСКБ «Прогресс», да, или с Тамарский двигательно-строительный завод позволяет известный такой директор Юрий Елисеев, который делает на базе авиадвигателей газоперекачивающие станции. Если мы таким образом формируем для сырьевой отрасли через сырьевую отрасль заявку для нашей высокотехнологичной промышленности, это правильный подход. А вот Евсей Гурвич считает, что все это нужно забить. Если мы просто перейдем природную ренту, это минус. А это вот мнение Евсея Гурвича, кстати, что на все это нужно забить, и на нефтепереработку нужно забить. К сожалению, Владимир, время... Ошибаться может не только... К сожалению, наше время подошло к концу. Огромное вам спасибо, что вы приняли участие на... В эфире «Финам.ФМ» программа «Парадокс». С вами ведущий Степан Димура, телефон 6599,6, код горда 495. Пишите на сайт финам.фм. И у нас на линии есть Виктор, звонящий Виктор. Виктор, добрый день. Здравствуйте, Степан Геннадьевич. Здравствуйте, слушатели. Вот хотелось бы немножко, да, поразмышлять на вот это тело, в ЭТО и все такое. Собственно говоря, тут, наверное, все видно, что делается все это просто специально против, ну, страны. Там придумываются ВТО и награды, запрет рекламы. Вы, наверное, читали книжку записки экономического убийцы? Ну, еще не дочитал, но на очереди. Ага, почитайте. Собственно говоря, ну, тут решить это все, ну, на мой взгляд, я думаю, я не единственный, наверное, так думаю. Все, в принципе, очень просто решается. Всех чиновников убирают там, ну, хотя бы просто сначала убрать, и все деньги коррупционные отправляются обратно в экономику. Скажите, пожалуйста, вопрос такой, а как вы эти деньги достанете из швейцарских банков? Да хотя бы те, которые сейчас уходят. Ну, если людей там как бы можно достать, товарищ Сталин, ну, не знаю как, он бы сумел бы, наверное, достать. У нас правовое и демократическое государство. Ну, Степан Геннадьевич, я как бы понимаю, что вы шутник и часто смеюсь вместе с вами, да, заочно. Вот, ну, суть, даже те деньги, которые просто уходят, и чтобы все это видно было четко и прозрачно, как это сделать, я думаю, технически это возможно сейчас сделать. И просто эти деньги уже не надо никаких. Вы-то, о, все, сама страна сама по себе заработает. Вы знаете еще, над чем задумаетесь? Вот страны, в которых сильно различается климат, да, например, вот возьмем Россию, где зона рискованного земледелия, и скажем США. А скотоводство, вот вопрос, извините, перебью вас. А скотоводство у нас рискованное? А, Степан Геннадьевич? Скотоводство? Да. Скотоводства нет, у нас скотов очень много. Вот это у нас, кажется, рисков нет. Я не об этом. Если вы возьмете просто, например, те же США и Россию, то, наверное, разумно вводить дополнительные пошлины на ввоз сельхозпродукции из США просто за то, чтобы компенсировать вот именно те риски земледелия, которые существуют при нашем климате, но об этом же никто не думает. Степан Геннадьевич, страну поднять, как бы, и вы, и я, понимаем, и, думаю, еще много таких, как мы, но можно вот раз-два, за два года. Мы пока не объединены. Ну, вы работаете над этим. Я просто очень сильно переживаю, да, чтобы программа ваша не закрылась и как бы... Да не закрывалась, послушайте, это же не РБК, это Финам ФМ, здесь таких вещей не бывает. Всего вам доброго, Степан Геннадьевич. До свидания. До свидания. Всего доброго. Итак, продолжаем нашу программу. Парадоксы. Очень хороший был звонок, такой приятный. Всегда приятно получать приятные и умные звонки. И видеть, что для большего и большего количества телезрителей те парадоксы, которые мы обсуждаем, таковыми совершенно не являются, а являются некой частью системы по уничтожению однажды великой страны. Если вы даже задумываетесь, то за последние сто лет страна пережила две гуманитарных катастрофы, вернее, три. Это октябрьская контрреволюция, Великая Отечественная война, ну и, разумеется, реформа Чубайса-Гайдара. Вот, вот ждем мы сейчас, как раз, когда к нам присоединится Константин Бабкин, президент ЗАО Новое Содружество и Ассоциации Росагромаш, производитель комбайнов Россельмаш. Видел я тесты, когда Джон Дир шел один в голову с комбайном Россельмаш, и Россельмаш выигрывал. Причем выигрывал где-то на корпус, и в качестве обработки, и в скорости обработки. Так вот, совсем недавно случилась поразительная вещь, они закрыли, если не ошибаюсь, производство на шесть месяцев, как раз после вступления в ВТО. Почему? Ну, потому что люди перестали инвестировать в сельское хозяйство. Если до этого была программа государственной инвестиции в сельское хозяйство, свиноводство, в том числе, а для свиней нужны корма, то при вступлении в ВТО все эти инвестиции прекратились, прекратились закупки новой техники, и завод встал. Встал, по-моему, на шесть месяцев. И у них, по-моему, стоит, если не ошибаюсь, то ли, он меня поправит, когда к нам присоединится, то ли 1600, то ли 1800 практически готовых комбайнов. Вот вам первый такой мощный удар от ВТО. Второй мощный удар от ВТО, который мы получим, и которым даже еще и не подозреваем, это генно-модифицированная продукция. Ведь ни для кого не секрет, что в Россию поставляется, извините, дерьмо в качестве продукции, продуктов. Все, что не может быть поставлено в Евросоюз, поставляется в Россию. Поэтому то, что мы с вами едим, едой это назвать очень-очень тяжело. Самое страшное, что вся эта продукция, попадая в землю, все эти цепочки ДНК, они распадаются под действием химических реакций. И земля остается засоренной непонятными обрывками каких-то ДНК, такими цепями белковыми. Что потом эти белковые цепи делают, попадая в организм человека, остается загадкой. И очень забавно иногда читать, у меня есть друзья, которые живут в Краснодаре, говорят, нет, ну вот помидорчики-то мы выращиваем, конечно, заграничные, а вот свои мы у себя растим, значит, в своей тепличке. Я говорю, дурачки, у вас же все равно вся почта уже загажена. Вот пришел вопрос интересный, страну может поднять неосталинизм. Если вариант развития страны тоталеризм, то тоталитаризм, то ведь речь идет о национальной налицизации недр, а у них есть хозяева, которые будут сильно возражать, а значит, вариант бескровно не пройдет. Ну, во-первых, что значит неосталинизм? Вы знаете, я вообще по своим взглядам, я либертанец. То есть, минимальное вмешательство государства в жизнь страны и жизнь народа. Государство должно выполнять три функции. Защита страны, поддержание законов и поддержание порядка в стране. Все. Больше никуда оно лезть не должно. Не нужен нам никакой сталинизм, не нужен нам нечто нео, что-то не надо изобретать. Есть тема, как поднять страну. Но для того, чтобы понять, как поднять страну, нужно сначала разобраться, а где мы находимся. Понятно, что мы находимся в выгребной яме. Вопрос в том, как глубоко мы в ней находимся и с какой стороны выгребной ямы стоит рыть, делать такую лесенку наверх. К сожалению, на эту тему пока что книжек не написано и особо никто не задумывался. Потому что анализировать то, как мы сюда попали, можно до пришествия Христова, если он когда-нибудь придет. Ну, нам говорят, что он придет, поэтому можно говорить очень долго. Нужно просто понять, где мы находимся. И реально оценить ту ситуацию, в которой мы находимся. Возьмем хотя бы тот же Росстат. Вот ушел глава Росстата не так давно, по-моему, в 2011 году. И он выдал очень интересную информацию, которую мы пройдемся в следующем эфире. Реальные данные Росстата и другие данные Росстата, которые действительно есть. Вот у нас есть звонок. Нет, звонка нет. Сорвался. Есть звонок. Роман, Роман, вы в эфире. Что же вы так скромно дозваниваетесь? Добрый день, с прослушившими вас. Спасибо, у вас также. Вы сказали, что вы либертанец, да? Да. В принципе, такая же утопическая вещь, как и коммунизм. Нет. Да? Нет. Это абсолютно точно. Такая же утопия. Смотрите, вы делаете утверждение, я делаю утверждение. Это разговор не о чем? Вот и все, ваше слово против моего. Вот. Это абсолютно то же самое равенство и братство. Ну вот вы сказали, либертанец, да? Государство отвечает только за оборону, да? Да. И порядок в стране. И порядок в стране. Вот. А дальше начинаются инструменты. Экономика. Политика. Да? Право нарушения. Да. То есть, да, да, да. Вот. И все это начинает влезать, опять же, в жизнь индивидуального человека, государства. Вот и все. Это такая же утопия, как коммунизм. Господи, сколько можно это толочь? А зачем толочь? Понимаете, нам жить много, много жить-то не нужно. А смотрите, а я вам пример дам. 200 лет. Я могу сказать, зачем толочь? 200 лет. 200 лет США шли от практически либертанства до тирании. 200 лет. Вам что, 200 лет мало? Во-первых, мне совершенно пофигу, куда и откуда шли США. Пофигу не очень хорошее слово. Ну, все равно, да? Ну как, мы в эфире. США это США, Гондурас это Гондурас, Россия это Россия, Швейцария это Швейцария. Вот. Абсолютно разные погодные условия, люди, традиции, культура, история. Так что США пусть идет лесом, куда оно хочет идти, пусть туда идет. Да? А к либертации в какое отношение имеет? Ну, вы же сами сказали, что вот... Пример, я вам привел пример. 200 лет прошло. Это разве мало? 200 лет в историческом периоде это совсем немного. Вы знаете, мне бы и 20 или 30 хватило прожить. Где? В либертанстве? Да. Ну, для этого нужно зачистить просто территорию, да, как они сделали это от индейцев, да. Ну и живите достаточно много вот. В Амазонке там джунгли есть, пожалуйста, езжайте туда, полное либертанство. А вы знаете, я родился в России, я как-то здесь хочу, чтобы все было хорошо, а не в джунгли, в Амазонке. А, отлично, есть тайга, вот, российская, езжайте туда, полное либертанство, огонь, скватеры, значит, эти самые, ганфайтеры, отстрел, все нормально, полное либертанство. Зачем в Москве-то все это курались? Ну, в Москве то же самое можно сделать? Нет. Почему? Ни в Москве, ни в Копинградине никакого либертанства не получится, потому что есть история, есть население, есть культура, история тысячелетняя, вот, и я еще раз говорю, вот, если либертанство, пожалуйста, себе есть, вот, там полное тайга, полное... Хорошо, а в Москве тогда что оставить? В Москве, в Москве все как-то идет своим чередом, я абсолютно с вами согласен, хреновым чередом, да, вот, за... Все это дело надо заканчивать, вот. А каким образом? Я думаю, национально освободить на революцию. То есть, вы считаете, что русская эволюция неизбежна, как полковник Вачков? Она абсолютно, значит, в том, если все это будет идти в том же фарватере, в котором идет сейчас, она абсолютно неизбежна. А как вы думаете, как вы думаете, власть еще имущие это понимают? Вы знаете, это их проблемы. Ну, вообще-то это наши проблемы тоже. Вот у меня, например, двое детей. Ну, наши, у меня тоже двое детей, естественно, это наши, в принципе, я согласен тоже, что это и наши проблемы. Ну, я думаю, и инерция здесь присутствует, и, так сказать, высокомерие некое, и наплевательство. А позвольте вам вопрос задать. На ваш взгляд, что должно случиться, чтобы народ все-таки проснулся и вышел на площадь, как это сделали фанаты? Я не стал бы, так сказать, с какими-то фанатами все это сравнивать. Вы знаете, в семнадцатом году, это совсем неожиданная вещь какая-то может быть. Абсолютно неожиданная вещь. Почему они из-за этого... Хорошо, что должно произойти, чтобы случилась революционная ситуация? Но эту тему, к сожалению, мы обсудим уже в следующем эфире. Парадокс снова в эфире. Телефон 6510996, код города 495. Пишите на сайт финам.фм. У нас на связи Константин Бабкин, президент ЗАО «Новое Содружество» и Ассоциации «Росагромаш», лидер партии «Дело». Добрый день, Константин. Добрый день. Вы слышали нашу дискуссию, может быть, и не слышали, с Владимиром Гутеневым, депутатом Госдумы? Я ему задал один простой вопрос. А, собственно, может ли он назвать отрасль, которая, скажем, включает в себя, ну, хотя бы миллион работающих или делающих что-то, которое выиграло от вступления России в ВТО? Поскольку я знаю, что Россельмаш, ну, не совсем выиграл от вступления России в ВТО. Вы можете что-нибудь назвать такой отрасль или прокомментировать ситуацию, которая сложилась на Россельмаш после вступления в ВТО? Или даже в преддверии вступления в ВТО? Ну, я наблюдал за процессом вступления России в ВТО, и я так до сих пор и не понял, ради чего это произошло в вступлении, точнее, втягивание. Тоже, вот, ну как, я понимаю, что нужно последний нефтедоллар из страны выдавить, но как-то уж не так, ну, не так уж очевидно и нагло, как это делается. Ну, я ни одной отрасли такой назвать не могу, а могу назвать несколько или множество отраслей, которые пострадали от этого шага. Ну, давайте, по списку. Да, ну, сельское хозяйство в целом, включая все его подотрасли, животноводство, растеневодство, переработку и так далее. В машиностроении, кроме оборонных, впрочем, в оборонные тоже машиностроение пострадало. Ну, тоже все. Автомобили строения, сельхоз машиностроения, производители самолетов лишились перспективы. Ну, куда ни возьмем, куда ни глянь. Ну, что еще? Ну, сырьевые отрасли вроде как не пострадали, но вот если взять металлургов, то у них сократился рынок внутренний за счет того, что отслаблено настроение. То есть металлурги тоже пострадали, и им ничего не компенсировано на внешних рынках. А они на внешних рынках свои квоты-то и не выбирали еще и до ВТО. Что им вступление в ВТО дало? Ничего? Ничего не того, да. И сейчас металлурги оказались не на той рентабельности, на которой были до этого вступления. Вот, негатив полный. И вот если Ростельмаша, а Ростельмаша говорит, я работаю, нам пришлось в преддверии вступления в ВТО уволить тысячу человек, и этот процесс продолжается. Нам приходится сокращать определенные производства, например, готовиться к закрытию литейное производство, мы будем перемещать заказы в Китай. Потому что возросла себестоимость, и смысл заниматься производством литей в России, в Ростове, ну, оно уменьшилось значительно. Вот, поэтому будут сокращаться рабочие места, а сокращение рабочих мест это, ну, негатив там уже на социальные. Конечно, там же мультиплективный эффект идет. Сократил одно место, сокращается 4-5 в обслуживающих индустриях. Да. Ну, поэтому у меня очень скептически одно место. Кстати, вот про сельское хозяйство. Сегодня пришла новость, что в этом году на 5,5% меньше произвели продукции наши сельские хозяйства, чем годом ранее. Ну, в этом смысле. 5,5% это огромное падение. Нам за 2-3% роста приходит бороться. А тут бамсы, там, 5,5% в минус. Ну, это надо будет там наверстывать годами. А из-за чего это произошло? Из-за импорт? Импорт вырос. Больше стало импортного молока, больше стало импортной свинины, говядины. Это все из-за того, что открыли рынок, не подумавшие по условиям вступления в это. Стала меньше рентабельность в сельском хозяйстве. Люди меньше инвестируют, относится к развитию падения производства. Статин, а можно вам такой провокационный вопрос задать? Вот у нас вообще кто-нибудь, что-нибудь, когда-нибудь думает, прежде чем что-либо сделать? Не приведете пример? Думают ли? Ну, чиновники, ну, они думают, конечно. Не, ну, они думают о своей теме. Да, тема пошла, тема пошла, это у них есть свое. Тема пошла, ее нужно распилить. Это они думают. А вот такое стратегическое мышление, когда можно продумать все, всю ситуацию и оценить плюсы и минусы. Я вот, честно говоря, вот одни положительные отзывы от вступления ВТО я слышу от депутатов Единой России, депутатов ЛДПР и, разумеется, наших отечественных экономистов. Если поговорить с людьми, у которых пара извилин есть, да, со социалистическим россиянинами, с бизнесменами, то все просто волосы рвут и не понимают, зачем туда нужно было вступать. Вот для них это парадокс. Вот странная ситуация, правда? Ну, правда, да. Ну, единственное, что тут от ЛДПР, они же, фракция не поддержала вступление в ВТО, они голосовали либо против, даже они, по-моему, все фракции против проголосовали. Поэтому там, ну, я не знаю, там действительно раздаются голоса такие оправдывающие вступления в ВТО, но в целом там у них политика противоположная. Вот, но беда в том, что у нас правящий дом, он эманситировался от людей, ну, от жителей, которые заняты предстоянием и производством. Вот снизились объемы производства, скажем, сельхозпродукции, и ни один чиновник от этого не пострадает, ни одному не будет снижена там премия или зарплата, у него даже настроение не испортится. Они зависят там от того, от вышестоящих чиновников, от нефтяных доходов, а вот то, что, какое количество рабочих мест создано или ликвидировано, им без разницы. Вот в этом большая беда, вот, и, соответственно, ну, поэтому и планы они строят не исходя из в виде развития производства и развития народа, а из каких-то вот, ну, возможность ездить на границу, там, получать дополнительные, там, повышение зарплаты, там, зарплату увеличивающую, которая не зависит никак от результата конкурента. А как с этим бороться-то? Есть идеи какие-нибудь? Ну, не особо радикально, там, не призывать к митингам, сейчас нельзя это делать. Закон о митингах есть. Мы создали партию с тем, чтобы, ну, нужна демократия и реально работающие выборы, нужна политическая конкуренция, чтобы власть опиралась реально на народ, на мнение народа, а не на то, что там не витало в облаках. Ну, смотрите, ведь создание партии, да, демократический процесс у нас, выборы через сколько, через пять лет, это же занимает достаточное количество времени. Можем ведь и не дотянуть. Это правда, это правда, но другого пути нет. С этой властью, с этой системой власти, с этой системой попадания во власть, добра не будет, все будет как если даже хуже становится. Поэтому, ну, не знаю, либо как-то приближать момент выборов какими-то методами, либо, ну, без этого ничего не произойдет, к сожалению. То есть все, грубо говоря, должны для себя решить, что нужно что-то делать, жить так дальше нельзя? Да, влиять на власть надо, с теми или иными методами, сходить на митинги, писать письма, ну, какие-то, искать способы воздействия на власть, да, участвовать в выборах, в избирательных комиссиях и так далее. А на ваш взгляд, что вот может заставить обычного рядового россиянина поднять свою задницу со стула и написать письмо, либо пойти на митинг? Вот что именно? Что именно? Ну, если просто говорить, то уменьшение его доходов, выпадение уровня жизни, вот, а если более, так сказать, отвлеченно говорить, что люди должны увидеть перспективу, эффективность этих действий. Они должны, ну, партии, что ли, лидеры должны показать, что вот, если человек конкретно оторвет задницу от стула, то реально у него есть шанс что-то изменить. Ну, как-то вот, то есть тут надо и от людей более, как бы, внимательно относиться к своему будущему. Ну, и должны появиться оппозиционные лидеры, которые не просто призывают все отвергать существующее, да, рисуют позитивную повестку и предлагают методы решения. А все существующие лидеры у нас из Госдепа. Все понятно. Спасибо большое, Константин, за то, что приняли участие в нашей программе. Это был Константин Бабкин, президент ЗАО «Новое Содружество» Ассоциации «Росагромаж», лидер партии «Дело». Ну, вот такой вот невеселый какой-то получается у нас сегодня эфир по поводу ВТО. Хотя, чего веселиться, и так все понятно, как считают бизнесмены. Ну, звоните, сейчас пообсуждаем, как вы считаете, стоило ли России вступать в ВТО. Может быть, вы знаете какую-то уникальную индустрию, которая накормит миллионы россиян и выиграет отступление в ВТО. Телефон студии 6510-996, код города 495. У нас на связи Кирилл. Кирилл, добрый день. Добрый день. К сожалению, я не сначала слушал вашу программу с момента обсуждения революции либертианцев в Тайге. Ага, да-да, был такой момент. Да. Ну, у меня вот, я вот, так сказать, тот самый средиалистический россиянин, который надо отрывать от стула. Вот, как считаю. С одной стороны, я согласен, что мы вменяемые лидеры оппозиции, потому что я ничего там, особенно Светлого, не думал про существующую власть. Вполне предзвольно оцениваю. Но то, что я вижу со стороны оппозиции, меня тоже никак не возбуждает на такие действия. Ну, а потому что это оппозиция, созданная властью специально. Такой проект Суркова, скажем так, условно назовем. Ну, вы имеете в виду систему или несистемную? И ту, и другую. Ну, хорошо. Коэффициент рождения умных людей, по идее, никуда не делся. Значит, должны быть какие-то люди, которые, с одной стороны, у них есть мозг, с другой стороны, у них есть конус политической деятельности. Откуда они в начале 20-го века сидели такой толпой, что у нас две революции прогринело там в один год? Ой, это вам нужно читать книги не по экономике, даже не по политике, а книги по современной истории альтернативной. Пассионарных личностей стало мало, буйных мало стало, говорят. Ну, что-то сомневаюсь, что стало мало буйных. Вот сейчас мы это узнаем. Спасибо, Кирилл. Спасибо, Кирилл. Дмитрий у нас на линии. Дмитрий, а вы что думаете, буйных у нас много или мало? Олег, здравствуйте. Я в эфире, да? Да-да, вы в эфире. Ага. А какого вопроса, извините? Буйных у нас в стране много или мало? Буйных? Буйных, да. Ну, судя по роликам в интернете, что-то больше и больше становится. А это хорошо или плохо? Ну, плохо, наверное. Почему? Мне не очень это нравится. Ну, есть такое выражение. Слишком буйные. Слишком буйные, слишком агрессивные. Ну, знаете, я хотел бы по поводу ВТО сказать свое мнение, что, мне кажется, было... То есть я, в общем-то, наверное, против, судя по тому, что говорят и пишут. А на себе вы как-нибудь еще ощутили вступление в ВТО? Пока нет, пока нет. Может быть, масло стало дешевле, свининка стала дешевле? Нет еще? Нет? Ну вот, пока не ощутил, но вот что я хотел сказать по этому поводу, что если бы мы получили такой продукт, как кредит из рубежных банков с их низким процентом... А вы знаете, что наш ЦБ может дать точно такую же ставку устроить? Просто у нас нет собственного ЦБ. Ну, у нас же по этой ставке финансирования же... Ну, ведь ее же можно снизить, правильно? Ну да, это понятно. Почему все молятся для иностранных капиталов? А инфляция? А что, ЦБ контролирует инфляцию? Ну, не спешите меня. ЦБ нефть не контролирует, а инфляция у нас зависит только от цен на нефть. Спасибо, Дмитрий. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. В эфире был Парадокс со Степаном Демурой. До следующих встреч. Не отчаивайтесь. Парадокс со Степаном Демурой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин